Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале. Сегодня я готовлю такую обалденно быструю закусочку, подводочку. Называется маринованный лук. Значит, для этого нам понадобится, конечно же, лук репчатый. Можно брать как вот белый лук, так же и другие сорта. Допустим, есть красивый крымский красный лук, тоже будет очень красиво смотреться, он тоже очень вкусный. У меня сегодня обычный репчатый, укроп немного, соль, сахар, стакан воды, уксус. Все, ребятки, все делается очень быстро. Берем лук, нарезаем полукольцами. Ну, конечно, можете крупным кубиком, но полукольцами я даже не вот так вот, а вот таким вот образом нарезаю. Не мелко, такой вот, чтобы он был покрупнее. Ну, это тоже, любите мелко, нарезайте помельче, здесь суть не в этом. Нарезаем лук, я делаю небольшую порцию, видите, лука у меня немного. Итак, лук нарезали, теперь нам нужно подготовить маринад для лука, чтобы он вышел вкусный. Значит, берем стакан воды и выливаем вот в тарелку, в емкость, которая удобно будет замариновать. Сюда отправляю неполную столовую ложку соли, ну, то есть, так вот, ну, вот такую вот, без такой особой горки, соль. И точно так же сахара, тоже неполную столовую ложку сахара. И теперь нужно хорошо перемешать, чтобы соль и сахар хорошо растворились в воде. Затем сюда я добавляю на стакан воды и на такое количество сахара и соли, мы добавим 4 столовых ложки уксуса. Уксус у меня 9-ти процентный. Одна, две, три и четыре. Перемешиваем. И отправляем наш лук сюда мариноваться, в маринад. Смотрите, насчет укропа. Можно потом в конце посыпать укропом, ну, я сразу вот сюда, потому что укроп становится таким более вкусным после маринада. Вот так вот, не сильно мелко. Средненько вот так вот нарезаю и сюда же добавляю. Ну, я же говорю, можете так не делать, можете в конце просто укропом посыпать. Можете вообще без зелени, без укропа. Ну, с укропом оно и вкуснее, и красивее. Так, перемешиваем. И оставляем мариноваться на 20 минут. Можно вот так вот накрыть прям тарелочкой. И пускай постоит 20 минут. Не в холодильнике, а просто оставьте на столе. И вкусный лук будет готов. Итак, друзья, спустя 20 минут мы сливаем вот этот вот маринад. Полностью сливаем. Итак, маринад я слила с помощью вот такого вот ситечка. Все, высыпаем в тарелку, с которой вы будете кушать блюдо. Что у вас, пиалочка? Не важно. Высыпаем вот сюда. Все, наш лук готов. Посмотрите, какая красота. Но это вкусно, просто неимоверно. Можно, если хотите, чуть-чуть полить растительным маслом. А еще круче, если масло растительное домашнее. Такое вот пахнущее, вкусное домашнее масло. Но и так тоже очень, это очень вкусно. Просто, сейчас я попробую. Ребятки, лук промаринованный, не острый, солено-сладенький. Это просто очень, очень вкусно. Как я называю, закусочка под водочку. Еще один вариант, как можно такой лук кушать. Берете кусочек хлеба и прям на хлебушек накладываете и кушаете. Это очень вкусно. Кому понравился мой рецептик, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok